здравствуйте дорогие вот и пролетела еще одна неделя по коронавирусу остаются сложные ситуации но я должна констатировать что меня удовлетворяет сегодняшний результат наших рейдов по точкам общепита по общественно значимым местам на сегодняшний день я вижу уже что вы начинаете понимать что деньги не лишние здоровье тоже это хорошо но для того чтобы говорить о том чтобы полноценно организовать детские праздники этого недостаточно поэтому не расслабляемся и серьезно относимся к рекомендациям роспотребнадзора с тем чтобы у нас хотя бы ребятишки самый волшебный праздник году отпраздновали как положено сегодня в субботу мы отработали с председателем законодательного собрания он был здесь с рабочей поездкой осмотрели объекты обсудили итоги года обсудили планы на следующий год совместное сотрудничество с правительством мужской области и законодательным собранием и сами видите дает замечательные плоды подробнее мы расскажем об этом позже скажу лишь сегодня что были вручены благодарности губернатора мужской области василия александровича орлова лачиславом юрьевичем логиновым медработникам нашим медработникам которые отличились в эти суровые будни и эпидемиологом серьезная ситуация остается с расписанием движения автобусов если честно точка кипения достигнута предел моему терпению пришел я вынуждена была поменять руководителя автотранспортного предприятия значит новому руководителю сергею подгорбунскому поставлена задача и он отвечает за нее своей головой и своим рабочим местом автобусы должны следовать четко по графику у нас за окном зима проблемы инцидентов с автобусным движением быть не должно поэтому на этой неделе новое руководство открыла аккаунт в инстаграме значит жалобы предложения и так далее сбрасывайте туда о вопиющих случаях сообщайте мне будем принимать меры если кто-то из водителей автобусов а именно и п думает что на нем свет клином сошелся это не так поэтому сходить с маршрута строго запрещено сразу расторгаемся забираем автобус который кстати муниципальный и продолжаем работать в штатном режиме со штатным водителем по гор электротеплосети продолжаются ремонтные работы продолжаются замены светильников на улицах гор электротеплосеть тоже открыл свой аккаунт в инстаграме советую подписываться сообщаете о том где не горят фонари в продолжение темы об освещении дополнительном освещении улицы проулков там где нужно устанавливать опоры по-прежнему сообщаем не собираем коллективно подписи вставляем в план график на следующий год и по весне обязательно продолжим эту работу далее с 1 декабря у нас открывается ледовая переправа наконец-то задержка вышла в связи с тем что аномально теплая погода ноябрьская не давала наморозить нужной толщины лед сегодня все мероприятия проведены а именно сегодня в субботу заканчивает установку необходимых знаков с первого числа можно будет регулярно пользоваться вот этим маршрутом через реку тында администрации города тынды в рамках контроля по поручению губернатора продолжает наблюдать за ремонтом хирургического корпуса и детской поликлиники в ходе контрольных мероприятий администрации было выявлено несоответствие тех заданию а также нарушение подрядчиком свода строительных норм и правил для покрытия полов в медицинских учреждениях нельзя использовать скользкие покрытия керамогранит был глянцевый к сожалению подрядчикам уже было уложено более одного этажа администрация в правительстве морской области настояла на том чтобы это было снято возможно связи с этим будет задержка по сдаче объекта но зато друзья у нас будет безопасно и все будет четко соответствовать действующим нормативам строительным и действующему законодательству это что касается детской поликлиники возможно задержка будет еще связаны с тем что лифтовое оборудование задерживается вот эти два момента то есть предстоит заказать новую плитку теперь подрядчику и дождаться когда придет лифтовое оборудование ну кроме того необходимо им закончить еще и косметический ремонт внутри помещения предварительные работы выполнены процентов на 80 остальное вот им предстоит завершить до окончания этого года что касается дороги к роддому друзья вот эта песня которая лет семь уже это наше с вами мучение наконец-то заканчивается есть поручение губернатора администрация города тынды подготовила дефектную ведомость подготовила смету есть поручение губернатора сделать нам дорогу к роддому вот такая хорошая новость мы с удовольствием передаем все наши наработки в гаусс тыненская больница главному врачу при поступлении денежных средств они объявляют аукцион и будут ремонтировать эту самую злополучную дорогу так что одной проблемы еще одной проблемы в нашем городе летом станет меньше по ледовым фигурам мы в связи опять-таки с аномально теплой осенью и началом зимы не могли вырезать достаточной толщины ледяные пластины для ледового городка наблюдаем за этим регулярно в ближайшие дни приезжают к нам мастера из якутии и они начнут опять творить сказку я знаю что многие из вас с удовольствием наблюдают за ты за этим творческим процессом как и я сама начинаем установку елки со вторника поэтому праздничное настроение будет гарантировано всем для вас подготовили несколько сюрпризов но говорить о них не буду вы их сами увидите что касается обращаюсь к предпринимателям давайте друзья тоже подключайтесь создаем праздничное настроение себе и другим вот я тоже вот так вот попробую создать праздничное настроение себе и своим сотрудникам давайте будем украшать наше здание помещение и ждать приближающегося праздника понятно что произойдет он с ограничениями но тем не менее праздничное настроение нашим горожанам должно быть обеспечено продолжаем ремонтировать квартиры ветеранов я уже говорила что в связи с коронавирусом мы вынуждены были прервать эти ремонты дабы исключить возможность заражения пожилых людей которым уже за 90 сегодня при небольшом скажем так улучшение ситуации мы продолжаем ремонты и в квартирах ветеранов поэтому к новому году пожилые люди я надеюсь ветераны трудового фронта будут рады отметить новогодние праздники отметить вот в обновленных квартирах с ремонтом недостаточно средств конечно согласно пожеланиям наших ветеранов но спасибо есть добрые предприниматели которые выделяют дополнительные стройматериалы и сантехнику ближе к новому году по итогам вот такого вот совместного проведения ремонтов с нашими дорогими предпринимателями я расскажу назову их фамилии мы обязательно их поощьим муниципальными наградами под конец года подводятся итоги в том числе по государственной программе переселения соотечественников амурская область всегда была привлекательным регионом в этот раз приятно отметить я надеюсь вы порадуетесь вместе со мной у нас наиболее благоприятными для переселения оказались города благовещенск областной центр следом за ним идет тында и далее свободный надеюсь наш город благоприятный и уютный и удобный будет для каждого из вас открыли на этой неделе движение по новому мосту однако он в эксплуатацию еще не сдан объект будет сдан двадцать втором году что касается претензий к асфальту и так далее тоже поясняю что объект не сдан сдача будет в конце следующего года поэтому об идеальном качестве или вообще о приемке работ говорить пока слишком рано на этой неделе мы объявили голосование по наполнению спортивной площадки на площади двадцати пяти лети бама это поручение губернатора он предложил посоветоваться с вами и определиться что за спортивные сооружения там будут напоминаю были предложения я собирал от вас предложение предложение были воркаут зона площадка для волейбола баскетбола скейт площадка веревочный городок со скалодромом и площадка для тренажеров для людей с ограниченными возможностями поэтому вот из этих вариантов вы можете выбрать на официальном сайте администрации идет голосование она продлится в течение недели поэтому подключаемся голосуем то что вы выберете мы сделаем и о курьезах ну очередная жалоба от депутата юрий ивановича шаталова содержание жалобы снег является отходами не установленного класса опасности и горка которая строится на площади угрожает жизни здоровью граждан опасно для дыхания поедания и всего остального юрий иванович дабы не пропал ваш скорбный труд и дум высокое стремление дарю бесплатно идею не за горами весна весной будет дождь судя по вашей логике дождь это жидкий снег таким образом получается дождь тоже является отходами неустановленного класса опасности чувствуете да следите за мысль соответственно надо предусмотреть в бюджете города деньги на правильно на утилизацию дождя или на его просеивание или еще на другие мероприятия поэтому вот вам есть чем заняться для того чтобы получить звание главного снегоеда или дожделова города тынды не благодарить друзья 1 декабря последний день уплаты имущественного налога призываю всех исполнить гражданский долг ну и друзья не забываем завтра день матери самый теплый самый сердечный самый нежный праздник году дорогие мамочки поздравляю вас с этим праздником желаю вам здоровья радости успехов исполнения желаний и всего чего вы сами себе пожелаете ну и платим налоги спим спокойно бережем себя и своих близких всем удачи до следующей встречи а